Молдова внесла огромный вклад в достижение победы во Второй мировой войне. 400 тысяч молдавских жителей сражались на полях. Десятки тысяч награждены медалями. В этом году праздничные мероприятия по поводу Дня Победы пройдут необычным образом. Президент страны Игорь Дадон перенёс дату празднования по случаю 75-летия Победы, обещав, что парад состоится позднее, 24 августа. Единственное, что мы перенесли, это праздничные мероприятия, я имею в виду большой концерт, который мы каждый год организуем под эгидой президента, и шествие парад Победы «Бессмертный полк». Мы решили «Бессмертный полк» в этом году провести онлайн. Республика Молдова стала не первой страной, которая вынужденно отменила ряд мероприятий по случаю Победы из-за эпидемиологической обстановки. Аналогичное решение в марсе приняла Великобритания. Правительство отменило шествие ветерана в Лондоне. Впервые в истории в Берлине не состоится главная церемония в честь окончания войны. Но Александр Лукашенко, президент Белоруссии, отказался отменять военный парад 9 мая в Минске из-за эпидемии коронавируса. Надо помнить, что те люди, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал, поэтому никого тащить на это мероприятие массовое не надо. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. Но оправдания этому не будет. Поэтому давайте будем готовиться к этому мероприятию. Это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, потому что оно будет организовано, как положено. В Тараклиже праздничный концерт ко Дню Победы «Вечер памяти реквием», организованный районным советом совместно с сотрудниками Дома культуры. В этом году прошел без зрителей цветов и аплодисментов. Зал был абсолютно пустой. Чрезвычайное положение и карантинное ограничение в нашей стране все еще действует. Поэтому концерт можно будет посмотреть в эфире телеканала НТС, а также в социальных сетях. В Таракли возложение цветов 9 мая проведут с должным соблюдением дистанции и всех санитарных норм. 9 мая мы возложим цветы председателям района, потому что мы не можем не почтить память в столь знаменательный день. Почтить память людей, которые освобождали нашу великую страну от захватчиков. И мы будем там, но при этом мы просим не забывать о том, что в стране еще чрезвычайное положение. И если кто-то и придет, обязательно соблюдать все меры безопасности, обязательно соблюдать дистанцию. И, конечно, желательно не в одно время приходить, чтобы люди в течение дня приходили и могли почтить память. И мероприятий особенных никаких не будет больше. Мы их перенесем на какой-то день, когда это будет возможно. Состоится ли парад победы и возложение цветов у памятника – это дело времени. Сейчас, по большому счету, в дефиците другое. Память и искренняя благодарность тем, кто отстоял нашу жизнь под мирным небом. Продолжение следует...